И последнее на сегодня о тайнах Антарктиды. Обратите внимание, к этому материку, покрытому льдами, у человечества особое отношение. Антарктида объявлена Всемирным природным заповедником. Там запрещено создание военных баз. Страны могут посылать туда лишь научные экспедиции, но при этом обязаны делиться полученной информацией. Каковы же причины такого особого отношения к Антарктиде? И насколько они связаны с сорвавшейся крупнейшей американской экспедицией 1947 года? О загадочной судьбе этой экспедиции в нашем заключительном материале. Шестой континент полон загадок и тайн. Давно уже поговаривают, что на материке, покрытом трехкилометровым слоем льда, происходит странное явление. Огненные шары появляются из глубины океана и устремляются ввысь, а в небе над ледяной пустыней будто бы летают НЛО. То, что такие огни в океане бывают, это вне всякого сомнения. Этого даже скептики не должны отрицать, потому что такие наблюдения делались еще со времен Магеллана. Но вот за это время, за сотни, может быть тысячи лет, никто так и не понял природу этих явлений. Самое загадочное событие произошло в 1947 году, когда экспедиция американского адмирала Ричарда Берда подошла к берегам Антарктиды. Это была самая крупная за всю историю американской экспедиции, как утверждали в США, она была сугубо научной. Однако при этом в ней участвовали 15 кораблей ВМС США во главе с флагманом Маунт Олимпус. Еще там были авианосец, ледоколы, танкер и подводная лодка, а также самолеты и вертолеты. В составе этой якобы научной экспедиции было всего 25 ученых и 4100 морских пехотинцев. То есть и оружия, и солдат было немало. В конце февраля 1947 года, когда экспедиция подошла к восточной части материка, произошло нечто загадочное. Американцы покинули берега Антарктиды в большой спешке на 6 месяцев раньше намеченного срока. И это было похоже на настоящее бегство. При этом был потерян эсминец Мердок, почти половина палубной авиации, погибли десятки матросов и офицеров. С тех пор военных экспедиций в Антарктику США больше не посылали. А сам материк по международному соглашению был объявлен ничейной землей, где могут находиться только научные экспедиции. Так что же случилось тогда во льдах Антарктики? Ясного ответа на этот вопрос нет, поскольку все результаты этой экспедиции до сих пор засекречены. И все же в прессу просочилась информация, что флот США будто бы атаковал НЛО. А адмирал Ричард Берт заявил буквально следующее. Соединенные Штаты должны приготовиться к обороне от противника, который располагает летающими объектами, способными угрожать нам с полюсов нашей планеты. Кстати, о появлении НЛО на полюсах планеты говорили разведкам ведущих стран еще с 30-х годов прошлого века. Сохранились якобы многочисленные свидетельства на этот счет военных летчиков. Однако ни одна из стран эту информацию не раскрывает. Отсюда родилась вообще невероятная версия. Американцев якобы атаковали нацисты со своей базы в Антарктиде. Доподлинно известно, что нацисты в 1941 году создали свою базу в Антарктиде и назвали ее «Оазис». Для переброски оборудования и провизии в Антарктиду было задействовано около 80 подводных лодок, которые принадлежали к так называемому конвою фюрера. А в 1943 году гросс-адмирал Денец обронил весьма примечательную фразу. Германский подводный флот гордится тем, что на другом конце света создал для фюрера неприступную крепость. Впрочем, никаких доподлинных доказательств и реальных свидетелей существования внеземной цивилизации или нацистской базы в Антарктиде нет. Что, впрочем, неудивительно. Свидетель, который многое знает, опасен. Поэтому этот закон существует, видимо, и для внеземных цивилизаций. Я прослеживал цепочку гибели людей, которые занимались видами оружия внеземного происхождения в Англии. Человек 20 погибло. Кто-то утонул в реке, кто-то выпал из окна, кто-то отравился газами в собственном гараже. Но все это закамуфлировано под такие бытовые причины смерти, которые могли случиться с каждыми. Но когда это происходит именно с учеными, которые подходят к решению проблемы, вот какого-то доступа к оружию массового поражения, или который может позволить диктовать условия другим, вот тогда этих людей изымают из этой жизни. Есть еще один весьма любопытный факт. В 1955 году, за два года до своей смерти, 67-летний адмирал Берт совершил свой последний полет над Антарктикой. По возвращению он заявил о сенсационной находке. Он будто бы нашел вход в подземный мир и даже побывал там. В этом мире он видел богатую растительность, озера с теплой водой и животных, похожих на динозавров. Берт якобы сфотографировал этот мир и описал в своих дневниках, которые собирался опубликовать. Но сделать это адмирал не успел, так как умер, не дожив до 70 лет. После смерти Берта его секретные дневники бесследно исчезли. Адмирал Берт был похоронен на национальном арлингтонском кладбище в Вашингтоне. Артем Широков, Светлана Гармаш, Александр Федоров. Аналитическая программа PostScriptum. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова